Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! У нас сегодня очень аппетитный мукбанг, по крайней мере, я очень старалась. Не знаю, понравится он вам или нет. У нас здесь доуга, моя любимая. Кто не знает, что такое доуга, у нас есть рецепт на канале, обязательно переходите. Кстати, ссылка на доуга обязательно будет рецепт на вот этот десерт и на крылышки в кисло-сладком соусе, по-китайски, по-моему, так называется. У нас здесь такая запеканка из лаваша, очень вкусная, с колбаской, должно получиться просто обалденно. Один раз я ее уже готовила, это второй раз. В общем, здесь очень много сыра, лаваш, колбаску очень вкусную, сразу взяла сервелат. И приятного аппетита вам, если вы тоже кушаете, если нет, то обязательно берите что-то с собой. Не знаю, смогу ли я вот так вот, а вот. Какая нежнятина. Начала прям с раннего утра снимать мукбанг. Мама говорит, у тебя будет аппетит так рано снимать мукбанг? Я говорю, конечно. Сверху здесь деревенские яйца и еще сыр. Поэтому верх такой желтенький. Сегодня с утра встала и такая думаю, все равно я буду делать макияж. Уж лучше сниму для вас короткое видео. Шот. Наверное, вы его уже видели, потому что его я сразу смонтирую и кину, а это видео чуток попозже. Я снимала мукбанг и посередине выключилась камера. Я не знаю, предыдущие кадры успели засняться или нет. Точнее, они успели засняться, просто я не знаю, файл поврежден или нет. Когда я буду скидывать на компьютер, я смогу ли скинуть? Вот в чем вопрос. Но в любом случае, если не получится, я с вами со всеми здороваюсь. У нас здесь очень вкусная запеканка. Ой, как аппетитно это выглядит. О чем я говорила? Я делала макияж. Подготовка к мукбангу. Хотя это по большому счету совершенно незаметно. Но каждый раз, когда я снимаю мукбанг в обязательном порядке, я делаю макияж, я выпрямляю волосы, что-то делаю на голове, пытаюсь выглядеть как-то опрятно. Сегодня я просто поставила камеру. Думаю, немножко сниму для вас процесса. Загружу в короткие ролики шоц. И все это запечатлело. Сейчас надо быстренько это смонтировать и выложить. Наверное, к моменту выхода этого видео, вы уже наверняка видели этот короткий ролик. Под предыдущим мукбангом я отключила комментарии. Многим интересно, почему. Почему? Я не воспринимаю критику. На самом деле, я воспринимаю ее, когда она в умеренном количестве. И меня очень демотивируют плохие комментарии. Скажу честно, когда я читаю плохие комментарии, мне просто не хочется снимать контент. Я постаралась. Подумала, думаю, где что заказать, чтобы такого у меня не было. И вот роллы из Папа Джонса до этого никогда на моем канале не было. Да даже, по-моему, в Папа Джонсе их не было. Они недавно появились. Я решила снять мукбанг. И читаю комментарии под этим мукбангом. Люди пишут. Сняла на отвали. Видно, что с неохотой. Как-то сухо и аппетитно. Я специально искала то, что никогда не было на моем канале. Например, чесночные палочки. Впервые мы с вами пробовали те же самые роллы. Но Папа Диас в таком вкусе тоже не пробовали. Вот, и читаешь комментарии, и становится немножко обидно. Ты стараешься сделать как лучше. Одно дело просто у нас в тот день были дома голубцы. Я бы могла поставить перед собой голубцы и оттенять мукбанг. Если бы это было бы так, действительно, это было бы на отвали. Когда ты стараешься, а люди этого не замечают, становится немножко обидно. Или начинались там оскорбления по поводу того, что как можно в свою машину сажать незнакомого человека. Какая-то легкомысленная, ужас и так далее. Я допустила эту ошибку. Я вам рассказываю, что вы ее не допустили. А получаю в ответ кучу просто оскорблений. Суть даже не в том, что вы что-то написали, и кто-то это прочитал про меня. Негатив, он демотивирует меня вообще снимать видео. Сказать, что сейчас мы снимаем, например, блогеры ради денег, такого тоже нету. Потому что получаем мы по большому счету копейки. Когда еще плюс к этому ко всему, ты еще получаешь огромные, не знаю, камазы негатива. Ты думаешь, да ну нафиг мне это все. Зачем оно мне надо? Я поставила опросник в инстаграме. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы ваши вопросы прозвучали в следующем видео. Фатима задает вопрос. Фатимичка, тебе огромный привет. Живу в Баку, очень хочу тебя встретить. Где же можно тебя увидеть? Меня можно увидеть, если случайно, то абсолютно везде. Даже в метро. Не то, что даже. Я имею в виду в том плане, что у меня есть машина. Но я очень люблю даже ездить на метро. По большей части я дома. Но передвигаться я могу абсолютно на любом транспорте. Кроме такси. Такси я не люблю. Либо это моя машина, либо это общественный транспорт. Вообще, я очень люблю общественный транспорт. То есть, есть люди, которые брезгуют другими людьми. У меня такого нету. Когда я сижу в метро, я разглядываю людей. Кто как накрашен, у кого какой маникюр. И мне очень интересно наблюдать за людьми. Но я люблю ездить в метро и в общественном транспорте, когда не час пик. То есть, когда свободно, комфортно. Такси у нас я не люблю. Почему? Могу объяснить и аргументировать. У нас... Возможно, это связано с тем, что услуги таксисты слишком дешево стоят. Поэтому таксисты, они обозленные. Когда у меня не было машины, приходилось ездить на такси. Я всегда заказывала такси бизнес-класса, либо комфорт плюс. И даже в таких случаях, то есть, комфорт плюс, ты платишь где-то в два раза дороже, чем обычный эконом-такси. И все равно тебе водитель звонит и говорит, у вас оплата карты или наличкой. Если карты, вы бы могли наличку дать. Один раз, когда я делала губы, я вам рассказывала уже эту историю. У меня не было мелочи. И мне пришлось полчаса искать место, где я могу разменять свои деньги. Никто разменять мне не согласился мои денюжки. Потом пришлось купить сет кистей, которые мне нафиг не нужны. Просто, чтобы разменять деньги и дать наличку таксисту. Поэтому выгоднее карты. Точнее, не выгоднее, удобнее карты. Вечные вот эти вот непонятные разговоры. У меня подруга однажды села в такси. Нечаянно просто сильно закрыла дверь. И такси сразу, да, ломай, это же не твое имущество. Я тут за копейки горбачусь. Ты еще и машину мою сломать хочешь. Она сразу извинилась, но нечаянно так получилось. Всю дорогу уныл. Коротко и ясно. Мне мое состояние, мне мои нервы гораздо дороже, чем разборки с таксистами. Я не конфликтный человек. Но когда мне говорят что-то, например, неприятное, меня это задевает, и потом я целый день об этом думаю. Чтобы таких моментов не происходило, я просто исключила из своей жизни такси. У нас есть прекрасное метро. Если там с машиной что-то произошло, или парковки, места нету. Села в метро, доехала до нужной точки гораздо быстрее, комфортнее. Плюс еще коммуникация с людьми. Особенно девушек, когда смотришь. Все такие ухоженные, красивые. И появляется тоже мотивация как-то краситься, одеваться. Мне вообще порой кажется, что мы, девушки, одеваемся, красимся просто для других девушек. Не для мужчин. Чисто для других девушек. Сейчас они запихались. Я люблю, когда они долго запекаются, и прям в таком случае они тают прям во рту. Когда именно долго запекаются, очень вкусно получается. Так что вот так. Что тебя привлекает в парнях во внешности? Внешность на самом деле это абсолютно неважно, но татуировки. Мне очень нравятся татуировки у парня. Вот. Что мне еще нравится? Мне нравится, когда парень высокого роста. Обязательно рост просто. Пусть даже не симпатичный, но высокий. Ну, как высокий. Минимум метр семьдесят пять. Если парень метр семьдесят. У меня подруга однажды познакомилась с парнем в социальных сетях. Посмотрела на фотографии и думает, вроде нормальный парень. И она не спросила у него рост. И когда они его виделись, она была просто в шоке. Какой он маленький. Я среднего роста. Если молодой человек будет, например, на голову ниже меня. То не то. Вы знаете, иногда люди немножко врут по поводу роста. У кого не спросишь, все метр восемьдесят. Я когда в зал ходила, где мужской и женский вместе. И столько там было парней маленьких ростом. Интересный вопрос. Почему не сотрудничаешь с местными блогерами? Честно, мне не очень нравится, как они себя ведут. В каком плане. То есть, они, например, дружат, потом ругаются. И друг друга обливают грязью. В тиктоке там проводят прямые эфиры. Тоже как-то странно себя ведут. Мне это не очень нравится. Как вы замечаете, я не очень коммуникабельный человек. То есть, большие компании. Там, не знаю, куча подружек. Куда-то ехать, отдыхать. Это немножко не мое. Мне комфортно наедине с собой. Я слишком много времени люблю посвящаясь себе. Себе в каком плане? Наверное, это звучит как-то по-дурацки. Но... Мне безумно комфортно. Наедине с собой. Я не очень люблю куда-то ходить, как вы замечаете. Но если даже что-то покушать, мне проще заказать это домой. Конечно, выгоднее было бы коммуницировать с другими блогерами. Тем самым набирать, например, азербайджанскую аудиторию. Потому что в Азербайджане все-таки контент монетизируется, в отличие от России. Мне было бы очень выгодно сотрудничать. Ну, как бы коллаборации всякие снимать с местными. Причем, сказать честно, у нас местные блогеры очень дружелюбные. То есть они очень круто идут на контакт. То есть абсолютно нет высокомерия. То есть нет такой, что «Ммм, кто она такая?» Я с ней не буду ничего снимать. Даже смотришь нам блогер, у которого большая аудитория может спокойно снимать коллаборацию с блогером, у которого там, не знаю, пять тысяч подписчиков. То есть очень простые в этом плане. Мне это очень нравится. Я даже однажды выложила песню одного из музыкантов, очень, кстати, популярного сейчас. Я даже его не отметила. Просто его песню поставила. И он мне сразу написал, что «Спасибо, что помогаешь в продвижении моей песни». Это было так мило, честно. Но, как вы видите, в моей жизни я не особо коммуникабельный человек. Поэтому мне комфортно так, как происходит. Я сегодня сняла этот мукбанг, но выложить собираюсь где-то через недельку. Может, даже позже. Хотя нет, я же здесь говорила про то, что я закрыла комментарий на предыдущем видео. Наверное, придется через пару дней выложить. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы думаете, что я снимаю контент на отвали, это не так, поверьте мне. Я реально очень стараюсь. Я заморачиваюсь, думаю, какой же десерт сделать, какая же закуска у нас будет, какой у нас не было. Возможно, не всегда это получается удачно. Я согласна с вами. Но я стараюсь, честно. Привожу и себя в порядок, и над контентом заморачиваюсь. И сейчас, вот если говорить про развитие моего канала, таких просмотров, как сейчас, у меня никогда не было. То есть мои видео так много никогда не набирали. Но, если честно, мне кажется, это не совсем моя заслуга. А дело в том, что на русскоизученном ютубе стало мало контента, и людям уже нечего смотреть. Я так считаю. Но в любом случае я для вас стараюсь. Я вас очень сильно люблю. Огромное спасибо, что продолжаете подписываться на мой канал, ставите лайки и пишите свои негативные комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok